Девушки отдыхают Поля, все, что у них есть Жечь все, кроме дома Фаби Я хочу, чтобы его имущество осталось нетронутым Посмотрим, как он будет себя чувствовать, когда вокруг будут одни руины Фаби, ты считаешь, что выбрал верную стратегию? Одно Он пытается вас провоцировать Не позволяйте Это не вашу землю, собираются сжечь дотла Инфекция проникла глубоко Ты можешь что-нибудь сделать? Увы, нет Тогда уйди Убирайся Я потеряю глаз? Да И мне очень жаль Они могут подумать, что это плохой знак Но это не так Ну, конечно Ты понимаешь, что значит быть гражданином Рима, Степел? Кем бы ты ни был Куда бы ты ни пошел Если на тебя вдруг нападут или несправедливо поступят с тобой Рим всей своей мощью встанет на твою защиту Я понимаю Этот варвар хочет всем доказать, что Рим можно одурачить Зря я высказываюсь Ты верен Фабию Фабий мой командир Я верен каждому, кто занимает этот пост Фабий унижает Рим Моему другу не хватает дисциплины, Степел Прости его Хотя, возможно, он в чем-то прав Говори, Степел Ты здесь среди друзей Следуя нашей тактике, мы выглядим слабыми Ганнибал смеется над нами Это непозволительно для Рима Значит, если бы ситуация изменилась Ты бы вступил в бой с варварами? Да Под подходящим руководством Что ж, мой друг Решение Фабия не совсем подходит для Рима Диктаторство Фабия подходит к концу Я кандидат на должность консула Возможно, мы найдем другой способ решения этой проблемы Через шесть месяцев мечта варвар сбылась И его избрали консулом Власть Фабия подошла к концу Его политику не давать бой Ганнибалу отвергнуть Степел Он собрал самую большую армию, которая когда-либо была в Риме И пошел на Ганнибалу И пошел на Ганнибалу Надвигающаяся битва сулила стать самой кровавой в истории Здесь пять-восемь легионов Восемьдесят пять тысяч человек Ты скучаешь по Фабию, Гискон? Восемьдесят пять тысяч Это самая большая армия, когда-либо собранная Римом Не едины и погибнут все как один Это сложное и хорошее обучение Дисциплина может быть и достоинством, и недостатством Да, но римлян научили воевать одним способом Они предсказуемы Мы нападем на них неожиданно и насладимся их поражением Гискон Ты напуган? Конечно нет Не бойся Там восемьдесят тысяч человек Но среди них нет Гискон Кан, первое августа, 216-й год до нашей эры Идеально Основные силы кинем на тот берег Река нас защитит справа, а холмы слева У него не будет шанса напасть внезапно, и конница не сможет зайти нам в тыл Я бы не был так уверен Павли, нас почти в два раза больше Мы сплотим армию в единую массу мечей и щитов и разобьем его передний край в центре Тогда посмотрим, на что способен этот варвар Меня волнует только одно Будет ли он драться? Он будет Лагерь Ганнибала, Канн, 2 августа, 216-й год до нашей эры Нас меньше И римляне выбрали в качестве поля боя место, где будет сильна их пехота Они переоценивают мудрость этого решения Наши силы будут распределены в форме дуги Сильной и гибкой Магон, ты командуешь этим флангом Он очень важен для этой битвы Римляне увидят наш способ построения Но им нас не напугать Они уверены, что возьмут нас количество И позволят им так думать Помните Их силам может быть их слабость Махарбал, сначала ты атакуешь их конец, а потом выступим мы Вперед Когда они увидят нашу конницу, то начнут бой Но несмотря ни на что, вы должны оттеснить их назад И по всей цвете Вперед Если доводить атаку до конца, мы понесем большие потери Но вы должны отбросить их назад В ответ римляне пошлют второй эшелон пехоты Она превосходит нашу в количестве И они этим воспользуются Легионы Рима К победе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Твоя шеренга неизбежно прорвется И римляне окажутся в ловушке Они пошлют вперед новые войска Бросить вперед резерв В этот момент римляне решают, что победили Ганнибал 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 Позволим насладиться победой А потом введем резерв Окружим и заблокируем облак Они будут окружены с трех сторон И смогут толкать Продолжение следует... Но обратно. Потом вернёшься ты со своей кавалерии и перебьёшь их. Пощады не будет. Кан, Южная Италия. Лето, 216 год. Субтитры подогнал «Симон» Это была самая великая победа. 60 тысяч римлян погибли от нашего меча. Лучшие военные и политические силы были разбиты за один день. Победа важнее всех побед. Будь то Александр Македонский или любой другой герой. Но у меня по-прежнему не было ощущения триумфа. Кан был самым трагическим эпизодом в истории Римской Республики. Всего за несколько часов Ганнибал едва не довёл дело до блокады Рима и Евгения. От его следующего поступка зависел исход войны и ход всей истории. Нужно двигаться дальше, к Риму. Мои люди могут ехать верхом и ночью. Мы не едем в Рим. Что? Всё кончено. Мы победили. Нет. Мы не победим до тех пор, пока Рим не будет разрушен и уничтожен. Но для чего? Мы же не дикари, а идём на коленях перед нами. Нам не нужно уничтожать весь город, чтобы доказать, что мы победили. Мы никуда не идём. Всё кончено, Махарбал. Всё кончено. Боги одарили тебя не всем. Ты умеешь побеждать, но пользоваться победой ты не умеешь. Что ты предлагаешь? Будем диктовать Риму условия капитуляции. Кан был третьей серьёзной победой Ганнибала на Римской земле. Сучасно древним условиям, ведение войны это означало его полную победу над Римом. Но Рим не желал примириться с поражением. Я не буду никого обвинять. Я не буду оправдываться. Но могу сказать одно. Если Рим хочет выжить, то ему нужна новая армия. Я сокращу возраст призыва до 17 лет и уменьшу требования к военной службе. Более того, я освобожу всех преступников и рабов, желающих вбиться под номинами. Мы будем искать солдат повсюду. Используем любую возможность. Даже если нам придётся измать оружие из храмов, мы подносили его богам, они помогут нам. Это святотатство, это здравый смысл. Богам не нужно это оружие. Оно нужно нам. Больше не будет проигранных битв. Не будет широких жестов. Будем перемалывать этого варвара шаг за шагом, день за днём, пока он не превратится в пыль. Как я и предлагал с самого начала. Гордость и самоуверенность довели нас до этого состояния. Но эта битва не за честь, не за славу, не за звание. Это бой насмерть. За сам Рим. Он должен был сдаться. Ты правда думаешь, что Рим сдастся? Мы бывали где хотели. Справлялись с любой силой, выставленной против нас. Мы три раза побеждали, но римляне не могут постоянно находить новых солдат и военачальников. По всем правилам войны мы победили. А мы воевали по правилам? Брат, я хочу, чтобы ты вернулся в Карфаген. Почему? Чтобы заставить Сенат выслать нам больше людей, чтобы мы могли закончить начатое дело. Мы захватим каждый итальянский город, пока Рим не окажется целиком внутри вражеской территории. Тогда он сдастся. Совет старейшин, Карфаген, Север Африки. Осень, 216 год до н.э. Это кольца тех римских сенаторов, которые уже погибли от нашего меча. Это символ наших многочисленных побед над Римом. Сейчас нам нужны люди, чтобы мы могли покончить с этой войной раз и навсегда. Магон Барка, если римляне почти разбиты твоим храбрым братом, то почему он просит нашей помощи? Если людей будет больше, то все. Наконец, все закончится. Мне кажется, твой брат уверял нас, что это будет легкой победой. Сколько времени прошло? Три года. И что мы получили? Эта война окончена. Находясь в Италии, войско Ганнибала не получит никакой помощи от этого сената. Более того, я знаю, что вы, Магон Барка, назначены командиром тех войск, что мы посылаем в Испанию. Мы побеждали и будем побеждать. Но они шлют людей все. Всем, кроме Ганнибала. Его враги намного сильнее. Ему завидуют, как никогда. Как только ситуация в Испании стабилизируется, я вернусь к Ганнибалу и возьму с собой столько войск, сколько смогу. Если они готовы оставить его в момент успеха, что же будет, когда он проиграет? Молись, чтобы этого не было. Без новых людей армия Ганнибала не могла заставить Рим воевать. Семь лет он был вызоватся. Рим 210-й год до нашей эры. Тем временем Рим набирал силы, чтобы закончить войну с Ганнибалом. Неужели это не может подождать до завтра, Степио? У меня есть предложение. Я догадываюсь. Девять лет мы воюем с Ганнибалом. Ты дал Рим щит, который не может разрушить Рим. Ты... Да, да. Чего ты хочешь? Победа приходит не на щите, а на кончике ничья. Красивые слова, Степио. Мы уже совершили такую ошибку, она поставила нас на грань уничтожения. Только дурак совершит одну и ту же ошибку дважды. Мы сохраним щит, который ты нам дал. Но мы также вторгнемся в Испанию. Пока Ганнибал будет занят боем здесь, мы разобьем Карфагента. именно так он поступил с нами. И кто поведет новую армию? Не слишком ты молод, чтобы вести армию под знаменами Рима? Ты ведь знаешь правила, а ты, Фаби, знаешь, как их нарушать. Прости, Степио, но я не думаю, что Рим пойдет на такой риск. Но Фаби недооценивает желание Рима покончить Геймар. Пронаблюдав за Ганнибалом больше десяти лет, Степион хотел доказать, что он многому научился. Мы всегда должны задаваться вопросом, чего враг ожидает меньше всего. И должны это делать. Его братья думают, что мы будем биться с ним в открытом поле, как всегда. Но так не будет. Вместо этого мы сделаем то, что Ганнибалу не удалось в Италии. Мы сразу пойдем на столицу. Наша цель новый Карфагер. Мы отвлечем его защитников и заманим их в засаду. Потом мы захватим их. Пощады не будем. Италии. Италии. Пока Степион рыскал по Испании, единственный человек, который мог бы обеспечить надежность, он находился в Италии и не мог ничем помочь. Ганнибал, гадания по внутренностям зверя не сулят ничего хорошего. Посмотри повнимательнее. Я устал от твоего ума. Не заставляй меня лгать тебе. Я бы тебя самого вскрыл и разложил кишки на подносе. если бы это помогло. Почему ты не веришь в кишки? Война далеко. Степион одерживает победу за победой в Испании, пока мы здесь гнили. гнили. Разве так все должно закончиться, Ганнибал? Я вызову своего брата, Газдарубала. Он сомневался во мне, как это и, но вместе мы сможем противостоять Риме. Но Сенат не позволит... к черту, Сенат. Я не намерен подчиняться указаниям трусов. Я не видел Газдарубала почти 11 лет. Я попросил его помощь. Он должен был прийти со своей испанской эфи. Он известил мне, что уже в пути. У меня была надежда на победу, так как я знал, вдвоем мы непобедимы. Беда в том, что Фаби тоже это знал. Две его армии не планировали встретиться в Умбрии. Нужно подготовиться поприветствовать их. Спокойно, спокойно. Нет. В твоих руках судьбы Питер 200 тысяч, они пойдут только за тобой, разве все так должно было закончиться в Риме? Они пойдут за тобой до могилы. Я буду противником Рима. После смерти Газдурабала Ганнибал потерял надежду на победу над Римом. Степион вернулся в Рим с победой над Испанией. Это сделало его еще более самоуверенными. Римские сенаторы, я благодарю вас, но это еще не конец. Победа над Испанией не означает победу в войне. Чтобы избавиться от Карфагена, мы должны сразиться с Африкой. С самим Карфагеном. Да-да, с Карфагеном. Нападем на Карфаген, на помощь они позовут Ганнибала, и мы победим его. Мы победим его на африканской земле. Победа над Ганнибалом. Ганнибал однажды угрожал могуществу Рима, а теперь Сцепион настаивал на том, чтобы уничтожить Карфагена. Сенат Карфаген Север-Африки. Мы столкнулись с самой большой проблемой за последние 40 лет. Когда враг нападает на нашу землю и угрожает ее уничтожить, то все силы должны быть брошены на оборону и защиту. Может быть, стоит позвать Ганнибала, Барку, из Италии? Для Ганнибала мало что значит наше положение. Разве он не рисковал в Италии? Не он ли лишил Испанию защиты и помог тем самым нашему врагу? Решение Совета не вызывать Ганнибалов было катастрофическое решение. Потерпев поражение, Карфаген был уничтожен в битве на Велике. Ганнибал пребывал в изгнании еще год, пока его, наконец, не призвали защитить Карфаген и спасти репутацию предавших его политиков. Но с самого начала перевес сил был не в его пользу. Рим захватывает наших союзников. Степион не глуп, он использует ту же тактику, что использовали мы. Лишает нас сил, переманивая наших союзников. Среди них номидийская конница. Сколько их? Четыре тысячи. Значит, мы превосходим их в числе всадников. Это наше единственное преимущество. Все, что у нас, толпа неопытных солдат. Но у нас все еще есть ты, господин. А у меня есть вы, и клянусь богами, вы мне понадобитесь. Степион сейчас в заме? Да. Мне нужно его точное положение и численность армии. Как можно скорее. Лагерь Сцепиона. Замо, Север Африки. 202-й год до нашей эры. Лагерь Ганнибала. Замо, Север Африки. 202-й год до нашей эры. Они молоды. Нужна тренировка. Ты никогда меня не подводил. Мы думали, что погибнем. Но они просто показали нам лагерь. Показали лагерь? Сам Степион нам все показал. Да, да, Степион. Степион. Мы думали, что нас убьют. Думали, что погибли, но... Но он просто показал нам лагерь, и все. Что он вам показал? Все. И его нумидийскую конницу? Да. В самую первую очередь. Я в этом уверен. Простите. Вы сделали то, что от вас было нужно. Я больше ничего не требую. Возвращайтесь. Чего он хочет? Он пытается отговорить нас или заставить драться? Я пока не знаю. Я хочу поговорить с ним. Ганнибал и Степион встретились на равнине с Замой. КОНЕЦ Эта война может ни к чему не привести. Я всегда пытался понять тебя. Понять то, как ты идешь на такой риск. Но меня удивляло то, что Ганнибал Барка отказывается воевать. Рим в это не поверит. Слишком много людей погибло. Бессмысленное убийство людей можно прекратить. Нет. Единственная вещь, которой я научился, это то, что войну всегда нужно заканчивать. Благодарю тебя за этот урок. Ты должен благодарить меня за все, что у тебя есть. Если бы не я, стал бы ты тем, кем сейчас являешься. Это все я. Ты заставил меня стать таким. А это разные вещи. Если бы ты захватил Рим, когда это можно было сделать, я бы здесь сейчас не стоял. Ты не закончил войну тогда, поэтому я закончу ее сейчас. Не принимай это на личный счет. Это дело стало личным с тех пор, как ты вступил на римскую землю. Тогда завтра мы уточним ход истории. Битва состоялась при Заме за 160 километров от Карфагена. За все 16 лет войн с Римом Ганнибал не потерпел ни одного поражения. Девчонки. То составляет тварь. Сейчас вы закончили, так, кем сейчас начали я formulается. Девчонки Aunque переклипели Там нет. Она принадлежит на ticket표тое. Ганнибал собрал 50 тысяч человек, а сцепи он только 30. Боевые слоны Ганнибала должны были произвести однократную атаку на римскую пехоту. КОНЕЦ Но сцепи он предугадал действия Ганнибала. Как только слоны достигли римлян, их шеренги расступились, образуя коридоры смерти неживого. КОНЕЦ Выжившие слоны поворачивали и бежали с поля боя, затаптывая солдат Карфагена. КОНЕЦ Каждый мой римский враг обладал какой-то слабостью, которой я мог воспользоваться. Я перехитрил, победил, преодолел всех. Но только не сцепил меня. Сцепи он имитировал мою стратегию, копировал мою тактику. И теперь я вижу, как хорошо он меня не стопил. Он приказал кавалерии, полученной от меня, решить нашу судьбу. Так же, как мы поступили с ним при камерах. Призами для моего уничтожения он использовал все, чем научился. Ганнибал, спасайся! Спасайся! Пока ты жив, они будут в безопасности, а Карфаген обретет надежду на спасение. Спасайся, Ганнибал! Ганнибал бежал из-за ама. Война была окончена. Рим победил. Девятнадцать лет спустя. Но пока Ганнибал был жив, Рим не мог чувствовать себя спокойно. Наконец, они выследили его в Битне, на севере Турции. Но Ганнибал никогда бы не позволил Риму насладиться его убийством. Настало время избавить римлян от этого ненавистного старика. Война. Фабий спас Рима от великого краха. Не дожил до поражения Ганнибала Призами. Молитесь, чтобы он не проиграл. Магон не успел помочь Ганнибалу. Погиб в море до битвы Призами. Если бы вы завоевали Рим, когда это можно было сделать, я бы здесь не стоял. Сцепион, его военные победы не помогли ему сделать карьеру политика. Ганнибала умер сразу после Ганнибала. И это все? Да. Я записал то, что он мне сказал. Я не... Я знаю, если уж кто и должен написать историю этого человека, то только римлянин. Война с Ганнибалом почти довела Рим до уничтожения. Но не захватив Рим после битвы в Канне, он не закончил начатое дело. Его угрозы побудили Рим к действию. Со временем Рим превратился в силу, способную завоевать не только Карфаген, но и почти весь известный в то время мир. Даже после самоубийства Ганнибала, Рим продолжал его помнить. И это были самые страшные и болезненные воспоминания для Рима. Во время съемок фильма ни одно животное не пострадало. В роли Ганнибала Александр Сивин. Фильм озвучен студией ИНС по заказу Союз Видео. Фильм озвучен студии ИНС по заказу Союз Видео. Субтитры создавал DimaTorzok